Привет, комьюнити! В этом видео я расскажу вам, что такое субрагация, как действовать, если ты виновник в ДТП, что будет, если разбить машину, каршеринга, Яндекс.Драйв и какие же тут последствия, а также о том, как узнать спустя 7 месяцев, что тебя признали виновным. Это видео будет полезно всем тем, кто водит автомобиль, особенно я хочу обратить внимание наших любимых каршероводов и заодно рассказать свою историю. Что такое субрагация? Субрагация это переход к страховщику, право требуется виновного в сумму выплаченного страхового возмещения. Если более простым языком случилось так, ты виновник в ДТП. Твоя страховка просто не покрывает расходы потерпевшей стороны и оставшуюся сумму будешь возмещать ты, мой друг. В начале 2019 года я попал в ДТП, я тогда работал барменом. Ночные смены у меня очень часто заканчивались пораньше, и дабы не просиживать время, а лучше приехать домой поспать, я часто брал каршеринг. Взял тогда всеми любимый нами каршеринг Яндекс.Драйв. Как сейчас помню, это была Шкода. Это было зимой, ночью. Очень сильная метель, я не знаю, наверное метров на 30 не было вообще ничего видно. Дороги снегом засыпало просто моментально, даже колею не было видать. Я думаю, вы все знаете, вот этот опасный участок дороги, колея, если ты с нее съезжаешь, то тебя может унести занос. И все вроде бы ничего, остается один перекресток, метель стихает, но по счастливому стечению обстоятельств в 4.20 на этом перекрестке и происходит авария. Мы сталкиваемся с Мерседесом, удар приходится ровно на мою дверь водительскую и нас уносит в столб. Сказать, что я был шокирован, это вот вообще ничего не сказать. Вроде бы все закончилось благополучно, все живы, здоровы, это как бы самое главное, но самое интересное начинает происходить дальше. Приехали доблестные сотрудники ДПС, я стою весь в кровище, у меня рассечение, ушибы, ребер, сотрясение. Один из них просто начинает на меня наседать, мол, чё, хотел пролететь, как у тебя получилось и так далее. То есть начинается какая-то моральная давка непонятная. Его коллега, по-моему, капитан, он понимает, что его друг несет полную ахинею и как бы отправляет к другому участнику нашего карнавала. Так как я никогда не попадал в такого рода ситуацию, да еще и две машины изувечены, сотрудники ДПС мне сказали, что нужно отказаться от госпитализации, иначе мы тебя лишим прав. Я не знал, как мне действовать, что мне делать, ну и как бы я просто повелся на эту удочку. Сотрудники скорой, которые приехали, они просто на меня посмотрели, наложили кое-какую повязку и сказали сразу же, как только все это кончится, ты едь в травмпункт и, скорее всего, придется дошивать. Я пребывал в шоковом состоянии, чем сотрудники воспользовались. Они быстренько накидали, кто прав, кто виноват, и уехали в освоясь. Единственное, что я смог указать, это ужасные погодные условия, видимость была очень плохая. Светофор был не просто нерегулируемый, он вообще не работал, то есть он даже желтым не мигал. И было непонятно, водитель Мерседеса ехал на ближних фарах или он вообще ехал на габаритах, хотя я допускаю, наверное, все-таки, что это шоковое состояние сыграло. Итог истории таков. Два административных дела в суде, и я являюсь виновником на общую сумму 1 миллион 600 тысяч рублей. Первый иск на меня подала страховая компания потерпевшего в порядке суброгации. Что это значит? Это значит, что право требовать деньги с виновника ДТП перешли от потерпевшего к страховой компании потерпевшего, потому что страховая компания выплатила уже страховое возмещение. Второй. Потерпевшего не устроила сумма, выплаченная ему страховой компанией, он подал на страховую компанию в суд. А его страховая компания, в свою очередь, подала на меня. Про первый суд я узнал спустя 7 месяцев, как меня признали виновным. То есть тебя признают виновным, и ты только об этом спустя 7 месяцев узнаешь. Этот суд прошел без моего участия, потому что я не знал, что он вообще в принципе должен был состояться. Мне приходила какая-то бандероль на почту по моему адресу прописки, но так как я был в отъезде, я просто не успел ее забрать. Я приехал на почту с квитком получать, но мне сказали, что так как срок давности хранения истек, и эту посылку отправили обратно. Второй суд еще предстоит, но, к сожалению, мой юрист сказал, что это дело провальное. Всем нужно было заниматься раньше, то есть на первых этапах. Даже если бы признали виновным, вину можно было, скажем так, разделить между двумя участниками, потому что погодные условия, знак стоял не там, то, что светофор не работал, и много, скажем так, факторов, которые сыграли в конечном итоге злую шутку. Ты попал в ДТП, на каршеринге что делать? Первое и самое главное. Сел в машину, сразу же пристегни ремень, иначе некому будет разбираться с последствиями. Как говорится, нет виновника, нет проблем. Второе. Произошла авария, машины изувечены, повреждения серьезные. Вызывайте сотрудников ДПС, они приедут, составят европротокол. Мы в данном случае описываем ситуацию с каршерингом. Сразу же связывайтесь со службой поддержкой, они все подскажут, расскажут, что делать, как делать. У каждой отдельной компании свой регламент действий в случае дорожно-транспортного происшествия. Но в основном это нужно сфотографировать все повреждения с разных сторон, есть ли скрытые, сфоткать потом по итогу европротокол и так далее. Третье. Самым лучшим из вариантов будет вызвонить автоюриста. Да, это стоит денег, безусловно. Да, это дороговато. Но это поможет вам не только избежать серьезных ошибок на первых этапах, но также и грамотно выстроить вашу защиту в суде. Четвертое. Записывайте все детали ДТП. В дальнейшем это вам очень поможет. Какие знаки стояли, кто куда выехал, какие были погодные условия, горели ли светофоры. Это очень важно. В шоковом состоянии детали можно забыть, так что используйте диктофон и камеру мобильного телефона. Пятое. Проверяйте протокол. Туда должны быть вписаны все повреждения вашего автомобиля и второй стороны. Главное, чтобы написанное в протоколе соответствовало действительности. Большинство наших соотечественников в случае причинения вреда их имуществу пытаются получить из сложившейся ситуации максимальную выгоду и восстановить автомобиль чуть ли не до новой техники за счет того, кто причинил этот ущерб. Все эти простые советы помогут вам сохранить кучу сил и нервов, а также выстроить грамотную защиту в суде. Знайте, что к тяжелым последствиям приводит не конкретная ошибка, а стечение обстоятельств. Теперь кратко про Яндекс.Драйв. Все автомобили Яндекс.Драйв застрахованы по ОСАГО с расширением страховой суммы на полтора миллиона рублей, а также у них есть каска на более дорогих автомобилях. Если вы стукнули автомобиль менее чем на 30 тысяч рублей, вы возмещаете всю сумму. Скажем, вы ударили очень сильно бампер, сумма ущерба Яндекс.Драйва составила 20 тысяч рублей, вы заплатите эти 20 тысяч рублей. Но если вы стукнули автомобиль, скажем, на 150 тысяч рублей, вы заплатите 30 тысяч рублей и ни копейкой больше. Потому что у них есть такая страховая программа, если я не ошибаюсь, она называется «Франшиза виновного». Что это значит? Они платят деньги по франшизе. Если даже ты виновник в ДТП, ты заплатишь штраф суммой не более 30 тысяч рублей. И в заключении хотел бы сказать, пристегивайтесь в автомобиле, не переживайте попусту, чаще улыбайтесь, вы живы-здоровы, остальная мелочь. Пока!